Всем привет! И наконец-то наступил тот день, когда я буду кататься на питбайке с папой в полной экипировке. И мы это все самое главное покажем вам. Вот мой шлем. На него мы вцепили GoPro, чтобы было поудобнее снимать. И, кстати, когда я первый раз одел шлем с GoPro, у меня такое ощущение, как будто я, не знаю, учить голову держать на плечах. Их сложно ее держать. Но когда я буду сидеть, это все будет намного легче всего происходить. Кто не знает, из каких составляющих состоит экипировка, ну, собственно, для того, чтобы кататься на питбайке. То есть сейчас я вам все расскажу. Короче, наколенники у меня черно-белого цвета. Вот он. Есть. Первый бот. Второй. Да, они у меня немного запачканы, потому что, когда я в прошлый раз ездил на питбайке в полной экипировке, то я немножко заехал в песок, и пришлось питбай потом оттуда вытаскивать, поэтому боты у меня грязные, они в песке. И я их забыл помыть. Так как на улице холодно, примерно плюс 3-4 градуса, то я одеваю кофточку, а на нее уже черепаху. Черепаха – это вообще чудесная вещь сама по себе, потому что она очень много себе, очень много чего защищает. Например, грудь, живот, плечи, локти, еще вот эту вот, короче, часть еще защищает, спину защищает. И вот такие вот дела, короче. Очень полезная вещь. Поэтому, если она у вас есть, и вы хотите кататься на квадрике, питбайке, неважно, обязательно надо ее одевать, потому что вдруг что? Она вас защитит. Единственное, чего не защищает черепаха, так это от компрессионного перелома. Потому что, когда папа упал, да, он поломал себе позвоночник, тогда он тоже был в черепахе, но так как случился компрессионный перелом позвоночника, собственно, то она в таких случаях не защищает. Так, и на черепаху нужно одевать джерси. Это, ну, это как кофточка такая, короче. Ну, джерси называется. Есть. Вот эти вот застежки надо застегнуть. Отлично. Джерси. Кстати, боты очень сильно сковывают, сковывают ноги, стопы, так что сложно, очень сложно переключать передачи. Вот, например, если у тебя обычно не отрегулированное, например, переключение передач, то есть тормоз ножной. То, и ты надел первый раз боты, это, как раз таки, мой случай. Очень сложно переключать, нажимать тормоз, потому что они сковывают движение твоих ног, стопы. И пришлось регулировать, чтобы было удобно. А вот джерси я не люблю одевать на черепаху, потому что это неудобно. И чё? И как ты теперь? Поворачивайся, я тебе помогу. Чё я сейчас теперь делаю? Спасибо. Ну, в принципе, всё ещё наверх пойдёт, у меня курточка. Слушай, ты сразу такой подкачаный стал? Да, я как с какими-то средневековыми, броня на меня. Для коленки ещё щит, меч. Вообще, зашибись, Белла. Короче, наверх я одену ветровку, потому что, я же говорила, потому что на улице холодно, и чтобы не промёрзнуть, не заболеть, сидя. Вот, и я сегодня, походу, поеду без очков, так как на моём шлеме был прошка. Когда, например, мне очки могут запотеть или ещё что-то, я их вот сюда вот спускаю, и они здесь себе уютненько обитают. А вот, если здесь стоит гупрошка, то это не получится сделать, поэтому я очки не беру. Ну что ж, я отправляюсь в гараж, меня там уже ждёт папа. Пойдёмте, будем заводить питбайк. Ну, чё сказать, Классно себя чувствую, потому что осознаю то, что сейчас классно погоняю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну чё, папа, поехали? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Это опасно ехать, потому что можно было на что-то наехать. Дальше на тот самый пенёк. Вот, до сюда мы доехали. Интересно, что здесь, потому что мы здесь ни разу не были и вообще так далеко мы заедем. Путик не зарыл. Хуй, да, сумасшедший папа. Окей, здесь песок. Надо вторую передачу, и думаю, как-то вырулим. Тупо зарывается, тупо-тупо зарывается. Не хочется падать. Тихо-тихо-тихо. Ну как тебе, Копис, не едет? Если честно, не очень. Комфортно, правда? Да. А падать не хочется. Здесь, походу, кто-то шашлык жареный. Походу. Бревно погорело. А куда мы дальше поедем-то? Здесь тупик. Разворачиваемся, едем, попробуем где-то проходиться еще. Папа, это реально вообще зарыть заднее колесо в таком песке? Давай попробуем, кто первый будет зарываться. Я не знаю, давай ты вначале, я посмотрю, как это все происходит, а потом я. Разворачиваю туда передом сейчас. И походу он зарыл. Ой, это будет сложная разума. Исключительно. Но это на песке, непросто, да. Ой, пипец. Он сам стрягивает, да? О, у меня есть идея, смотри. Дай, Галь, помогу. Где-то в сторону отнести. Немножко. Потому что будешь весить в песке сейчас. Реально, настолько тяжело, пидбак, тащить еще и по песку. Это пипец, он взорвается. Смотри, дам, песок проваливается, лапка не держит. Вообще. Песок сыпучий. Давай я его подержу. На, держи. Оба. Давай. Это было изи. Лапка не нужна, смотри. Короче, вы потом видите, наш оператор не успел заснять все, как надо было. Но вы только посмотрите. Все, вот здесь вот, зарыто. И следы на заборы. Я даже видел, как песок перелетал через двухметровый забор. Поэтому сейчас будем еще раз взорваться, да? Да нет, взорвался он, конечно, классно. Да. Самый маятный. Как его вытаскивать? Почти, а? Как его вытаскивать? Сейчас вытащим, чтобы пробуем рядышком еще одну ямку. Давай. Давай. Так, как его вытаскивать? Буду продерживать. Вот, вот такая яма. Ну, примерно вот по колену мне яма. Так, давай дальше пробуем еще раз. Это если рыть дальше, она же еще глубже будет. Ну да. Только потом в реку вытащим. Все, пробуешь? Давай. Давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Я еще глубже его засадил, смотри Офигеть, реально еще глубже Папа, сейчас вопрос, что я должен сделать, чтобы зарыть так, как ты? Сначала первую передачу, двумя пальцами держишь передний тормоз и одновременно подгазовываешь И все, он зароется Да, все, я понял, где будет зарываться? Давай рядышком здесь вставай Вот здесь вот, да? Да Надеюсь, у меня все получится, но скорее всего у меня фонтан будет поменьше Потому что у меня и колеса поменьше, и предбайк сам Так Первая, первая, давай Первая Папа, давай, мы покажем, где зарываться Положай зарываться Все, мой бог Смотри, в какой месте сразу встал Реально круто зарывается, очень легко, да? Короче, ну, если честно, прикольно Очень классное ощущение, когда ты сидишь и просто чувствуешь, как ты становишься все ниже и ниже, все ближе к земле Да, и достать его все сложнее и сложнее Чем глубже зарывается, тем сложнее доставать Короче, у кого есть транспорт, обязательно попробуйте, это очень прикольно Только учтите то, что после этого надо будет заново все, во-первых, помыть, во-вторых, смазать Ну, хорошенько нужно будет все помыть Так, достаем твой, да, и мой мы с вами Давай 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 мой посмотрим, какая у меня Ну, что мы видим? У папы вторая яма однозначно Губки, вот это вот реально ушли по колену Да Какой он маленький Ну, давай посмотрим на твою яму Давай, ну, у меня не глубоко Так, я надеюсь, мам, этот цикл не упадет Надеюсь, да Будем надеяться, давай Давай, в сторону Опа, есть Еще чуть Есть, но У тебя и колеса поменьше, потому и яма поменьше Ну, все равно, это прикольно Да Ну, короче Песочный фонтан у нас получился однозначно Да Моя яма почти до колена Вот так Так, я вперед, ты сзади Давай Поедем прямо, да, не будем направо поворачивать, а обратно Да, поедем прямо Может, мы хоть ямы эти немного забросаем А, давай, кстати Все Все Чтобы никто еще в яму не упал Отключаем ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 но придется возвращаться назад знаешь чего предлагаю походу надо цеплять багажник на квадрик брать с собой бензопилу и его разрежем дальше посмотрим поедем что дальше это хорошая идея мы тут с папой переговорили и поняли то что в следующем видео мы будем расчищать себе дорогу конечно же это все будет делаться бензопилой что было намного быстрее а для того чтобы взять с собой бензопилу нам надо цепить багажник на мой квадрик он у нас уже есть видео о том как мы его цепляем конечно же выйдет на влоговом канале ссылочка на него будет в описании а на этом мы будем заканчивать видос потому что ехать уже некуда смотрите как мы цепляем багажник на квадрик на влоговом канале всем спасибо за просмотр всем пока